Дивидендная зарплата в августе 2024 года. Привет, меня зовут Павел Лобастов. Я продолжаю записывать видео про свою дивидендную зарплату. В этом видео я тебе покажу все свои дивидендные выплаты за август, за предыдущие месяца и за предыдущие года. Я тебе покажу динамику, то есть как рост мой пассивный доход на протяжении последних 5 лет. И само собой я тебе покажу по каким акциям можно будет получить дивиденды и по каким облигациям можно будет получить купоны в августе 2024 года. Ну и само собой помимо акций и облигаций я тебе покажу свой пассивный доход от инвестиций в коммерческую недвижимость. И еще сразу скажу, что это видео не является индивидуальной инновационной рекомендацией, я лишь показываю все свои выплаты, никого ни к чему не призываю, но я думаю с этим разобрались, прямо сейчас можешь поставить свой царский крестский лайк, чтобы поддержать меня, ну а я перехожу к теме видео, и сперва давай посмотрим на динамику роста моего пассивного дохода из года в год. Как ты видишь, всего я получил дивидендов за все время 269 783 рубля 97 копеек. Как ты видишь, я веду учет инвестиций с 2020 года, то есть в последние 5 лет я веду учет всех своих инвестиций, и соответственно на экране сейчас ты видишь, как рос мой пассивный доход. Смотри, в 2020 году мой пассивный доход составил 7300 рублей, в 2021 году мой пассивный доход составил 18000, в 2022 году 49000, в 2023 году 78000, а в 2024 уже я получил 117000 рублей пассивным доходом. Причем нужно понимать то, что этот год еще не завершился, то есть он не подошел к концу, и когда год завершится, будет тут сумма намного выше, чем она есть сейчас. Но в следующем году я планирую получить еще больше, то есть как ты видишь, мой пассивный доход в среднем растет из года в год в два раза. И да, на экране ты сейчас видишь картиночку полученных дивидендов, на самом деле я полученными дивидендами называю весь свой полученный пассивный доход, то есть это купоны по облигациям, дивиденды по акциям, доход от инвестиций в коммерческую недвижимость и так далее, все это я вместе суммирую, называю дивидендные зарплаты, либо просто пассивным доходом, либо просто дивидендами для упрощения, чтобы тебе, мой дорогой зритель, было все понятно. В общем, вот такой это мой пассивный доход, ну а теперь давай я себя уменьшу, чтобы тебе показать свой пассивный доход за предыдущие месяца и само собой за август 24 года, потому что ты же разошел ради августа 24 года и хочешь посмотреть, какой пассивный доход я получу, и вообще хочешь посмотреть на активы, которые принесут пассивный доход мне в августе, чтобы возможно себе что-то купить. В общем, давай я себя уменьшаю, чтобы тебе все показать. Итак, я сейчас нахожусь в сервисе с Noble Income, это сервис, в котором я веду учет всех своих инвестиций в течение последних 5 лет. Итак, мы сейчас находимся на вкладочке портфель, календарь выплат и открыли 2024 год. Соответственно, на этой странице я могу посмотреть все свои дивидендные выплаты за 2024 год по месяцам и за год в общем. И кстати, да, ссылочку на сервис, через который я тебе все это показываю, я оставлю внизу в описании под этим видео. Если тебя сервис заинтересует, то переходи, регистрируйся и тоже веди учетные инвестиции в этом сервисе. Там же внизу в описании под этим видео будут тайм-коды и само собой все тикеры, названия инструментов, о которых пойдет речь в данном видео. То есть это акции, облигации, коммерческая недвижимость и прочее. В общем, давай смотреть все более подробно. Итак, 2024 год. Всего за год я получу пассивным доходом 112 442 рубля 96 копеек. Причем нужно учитывать то, что это прогнозные выплаты. Соответственно, они включают как выплаты, которые я уже получил, вот видишь, фиолетик им отображается, так и выплаты, которые еще не получил. То есть это прогнозные выплаты. И еще нужно понимать то, что в этом сервисе, именно конкретно в этом разделе, учитывается только мой пассивный доход от акций и облигаций. А выплат от коммерческой недвижимости тут не отображаются, тоже нужно об этом помнить и понимать. Ладно, всего за год 112 500 почти рублей. Это в среднем месяце 9 370 рублей. Я все предыдущие года не буду открывать, потому что я уже в начале видео тебе показал картиночку. В принципе, если ты разделишь конечную цифру на 12, то сможешь посчитать мой ежемесячный пассивный доход по той картиночке, которую я тебе уже показывал. Вот, кстати, я его вывел, если интересно, вот просто каждую цифру дели на 12 и сможешь понять, какой мой был пассивный доход в конкретный год. Ну а в 2024 году я получу по прогнозу 112 000 и это в среднем в месяц 9 370 рублей. Пассивным доходом это в среднем в день 308 рублей, то есть я вообще могу ничего не делать и каждый день мне будет поступать пассивный доход в размере 308 рублей. Что на самом деле здорово и ожидает получения почти 2000 рублей, это те дивиденды, которые я ожидаю получения в ближайшие недели. Ну и справа отображается график по моим выплатам, то есть фиолетовые это выплачены, синенькие это объявленные и темно-синие это прогнозируемые выплаты. Ну и соответственно можно посмотреть, когда будут какие дивиденды в какой из месяцов. Как ты видишь, мой пассивный доход поступает мне неравномерно, то есть какие-то месяца много я получаю, какие-то месяца мало. И чтобы сгладить, то есть уравновесить весь поступаемый пассивный доход, я добавляю в свой портфель помимо акций дополнительно облигации, как корпоративные, так и облигации государственные. Чтобы в те месяца, когда нет выплат, например, по дивидендам, я получал пассивный доход от облигаций. Ну я думаю, с этим понятно. Итак, в январе я получил 3850 рублей пассивным доходам, как ты видишь, тут отображаются все выплаты. Например, 5 января была девочечка по акциям совкомплот, и соответственно спустя какое-то время, обычно это в течение 18 рабочих дней приходят дивиденды по акциям. Ну и соответственно 22 января 2024 года я получил свои дивиденды, то есть конкретно выплаты 5 рублей 50 копеек, у меня было 40 акций, в соответствии я получил почти 220 рублей пассивным доходам. Ну и то же самое по другим активам, то есть по акциям приходят дивиденды, по облигациям купоны. Тут все просто и понятно. Далее, в феврале 2024 года я получил пассивным доходам 3900 рублей почти, в марте я получил 5850 рублей. Да, вот тут отображается одна выплата, которую я еще не получил. Это выплата по акции китайской компании, которая находится на СПВ бирже, она заблокирована, соответственно выплату я никакую не получил, так как торги остановлены, и соответственно я не получаю никаких выплат от сорубежных активов. То же самое касается и других акций иностранных компаний, которыми я владею. Дальше, апрель 2024 года 3294 рубля пассивный доход, май уже больше 11643 рубля. Далее идем июнь 5438 рублей и самое интересное июль 2024 года, потому что июль традиционно является самым насыщенным месяцем, в который приходит больше всего выплат по акциям и по облигациям. Итак, июль 2024 года мой пассивный доход должен составить 40757 рублей 44 копейки. То есть за один месяц я получу почти 41 тысячу рублей пассивным доходом. Если ты вспомнишь ту картинку, которую я тебе показывал в начале этого видео, хотя что вспоминать, вот тебе ее сейчас прикреплю, вот смотри картиночка. Когда я только начинал заниматься инвестированием, я даже не представлял, не мечтал, что когда-то мой пассивный доход будет равен не то, что в год 40 тысяч рублей, а в месяц. Но сейчас я просто наслаждаюсь таким крутым результатом, потому что когда-то давно я начал постепенно формировать свой капитал. Покупал чуть-чуть акций, облигаций и постепенно формировал свой капитал. Я понимаю, что многие сейчас скажут, типа, что начинать, у нас там тысяча рублей остается после всех трат и зачем нам инвестировать, вот когда будет много денег, тогда я начну инвестировать. Нет, на самом деле это ошибочная позиция, потому что так у тебя никогда не будет много денег, чтобы сколотить капитал и чтобы жить на пассивный доход. Все начинается с малого. Постепенно ты покупаешь активы, они приносят тебе пассивный доход. Этот пассивный доход ты обратно реинвестируешь, докупая новые активы, которые тебе опять приносят больше пассивного дохода. И плюс многие активы еще повышаются временем выплаты, соответственно, твой пассивный доход растет. И у меня в портфеле сейчас находятся некоторые активы, которые приносят дивидендами больше, чем я потратил на покупку этих активов. То есть там дивидендная доходность просто под сотни процентов. Но так как я инвестирую регулярно, то мой пассивный доход постепенно растет и соответственно мне не стыдно делиться таким результатом, потому что я инвестирую уже очень много лет и мне есть что показать. Я надеюсь, что такие видео тебе оказываются полезными и ты в благодарность ставишь свои царские лайки и комментарии, но мы идем дальше. Итак, июль 2024 года получу по прогнозу 40757 рублей, соответственно тут я еще не все выплаты получил, осталось выплаты по МТС, УФК Система, Сургутный Витегаз и Транснефт, но остальные выплаты там копеечные по облигациям. Ну и теперь самое интересное, август 2024 года, по прогнозу я получу 5677 рублей 86 копеек. Ну и давай смотреть более подробно, какие активы мне принесут пассивный доход. Итак, 1 августа будут купоны выплаты по облигации Восточная Стивидор, я не буду читать полное наименование, название, потому что тут какое-то очень сложно, какой-то 1-04р и непонятно то ли это русские буквы, то ли английские, внизу кстати еще располагается тикер. Короче, я это все тебе не буду читать досконально, внизу в описании под этим видео будут тайм-коды и все названия, чтобы если какой-то из активов тебя заинтересовал, ты с легкостью по тайм-коду, по названию смог бы его найти. Само собой, все что я говорю не является индивидуальной национальной рекомендацией, но если какой-то из активов тебя заинтересует, то информация из описания этого видео, я уверен, тебе поможет. Итак, 1 августа будут купоны выплаты, выплаты составят 59 рублей 84 копейки, у меня 5 таких облигаций, соответственно я получу почти 300 рублей пассивным доходом. И да, хочется сказать то, что я больше себе не буду назвать вот эти вот конечные цифры, только буду называть сколько конкретно составит выплаты на одну бумагу, потому что у нас же у всех разное количество бумаг. Например, у кого-то может вообще не быть такой облигации в портфеле, у кого-то может быть там 1-2 бумаги, у кого-то вообще их 500-1000 бумаг, соответственно у всех разное количество, соответственно я буду лишь зачитывать конечную цифру, то есть сколько можно будет получить выплаты на одну бумагу. И выплаты платятся каждые 182 дня, то есть 2 раза в год, и доходность непосредственно этой выплаты 7,15%. Далее, 6 августа будут купоны выплаты по облигации федерального займа 26207, выплаты составят 40 рублей 64 копейки, купоны выплачиваются каждые 182 дня, то есть 2 раза в год, и соответственно доходность этой выплаты 4,87%. Далее, 12 августа будут купоны выплаты по корпоративной облигации ГК Самолет, выплаты составят 63 рубля 33 копейки, и платится на 2 раза в год, и доходность этой выплаты 6,62%. Далее, на очередь, 13 августа будут купоны выплаты по облигации группы ЛСР, которая составит 31 рубль 79 копеек, и платится на это каждый 91 день, то есть 4 раза в год, и доходность этой выплаты 3,48%. Также, 13 августа будут купоны выплаты по облигации федерального займа 26240, она составит 34 рубля 90 копеек, и платится 2 раза в год, и доходность этой выплаты 6,5%. Ну и также, 15 августа будут купоны выплаты по облигации Балтийский лизинг, она составит 8 рубля 79 копеек, и она платится каждые 30 дней, то есть 12 раз в год можно получать выплаты по этой облигации, ну и доходность выплаты почти 1%. Ну и далее, 8 июля 24 года была девочечка, ну и соответственно, 19 августа уже объявлена дивидендная выплата по акциям китайской компании Industrial & Commercial Bank of China, скорее всего, да, вроде как-то так и называется, Ticker 1398. Это акция китайской компании, которая у меня сейчас заблокирована на СПБ бирже, соответственно, торги не ведутся, и соответственно, дивиденды тоже я, скорее всего, не получу, а если они и придут, как раньше приходили, то не в конгонских долларах, а в рублях. Но в любом случае, раз есть у меня такой актив в портфеле, я тебе про него рассказываю и все показываю. Итак, выплата составит 34 конгонских цента на одну бумагу, и это годовая выплата и доходность выплаты 7,79%. И последняя заключающая выплата в августе, это 29 августа 2024 года будут купоны выплаты по корпоративной облигации Азбука Вкуса. Она составит 25 рублей 55 копеек, платится каждый 91 день, то есть 4 раза в год, и доходность этой выплаты 2,73%. И да, по-любому найдутся люди, которые скажут, типа, ну вот, например, 7,15%, типа, выплаты платятся 2 раза в год, соответственно, если мы перемножим, получим 14 с лишним процентов, так вклады дают 18-20%. Но нужно понимать, это лишь отношение выплаты к текущей цене, а соответственно, облигации могут торгаться как выше номинал, так и ниже номинал. И соответственно, если мы зайдем в эту компанию, например, заходим, и так, она сейчас торгуется по 837 рублей 10 копеек, при этом номинал облигации 1000 рублей. Что это означает? Ты сейчас покупаешь облигацию по 837 рублей, а в момент погашения тебе вернется 1000 рублей, так как номинал это 1000 рублей. Дата погашения 28 июля 28 года, соответственно, ты помимо купонов по облигации еще получишь плюс, когда цена облигации вырастет в момент погашения. И, соответственно, купив по 837 рублей, тебе вернется на 100 тысяч, и плюс ты еще получишь купоны. Так что тут доходность к погашению 18% годовых, а эффективная доходность почти 19% годовых, а возможно и больше. На самом деле, лучше для себя все сам посчитай, потому что все сервисы могут ошибаться, и это не исключение. Так что, если ты будешь покупать тот или иной актив, рассчитывай все самостоятельно и учитывай все свои риски. Ну и в общем, в августе я получу по прогнозу 5677 рублей пассивным доходным, то есть это купоны по облигациям и дивиденды по акциям, если я их получу. Ну и в общем, я получу пассивным доходным за год 112 500 почти рублей. Но, как я и говорил, тут учитываются лишь выплаты по акциям и аппликациям, однако у меня в портфеле есть еще коммерческая недвижимость, которая приносит мне каждый месяц пассивный доход. Про нее чуть-чуть попозже я тебе покажу, а теперь давайте перенесемся на вкладочку сообщества и найдем мой портфель, я тебе тоже кое-что покажу. Опускаемся пониже, выбираем публичные портфели, открывается новая вкладочка. Итак, тут находятся все публичные портфели от разных инвесторов и, соответственно, тут через поиск ты можешь найти мой портфель. Просто вводишь Павел Лобастов, тебе отобразятся мои инвестиционные портфели, либо нажимаешь на все, дальше выбираешь вот эти вот 4 пункта, кроме последнего, и, соответственно, вот внизу мой портфель Павел Лобастов, фондовый рынок, через серые звезды. Нажимаешь либо на весь портфель, либо вот просто на меня нажимаешь и тебе открывается два моих портфеля. Чем же они отличаются? Первый портфель, фондовый рынок, через серые звезды. облигации и валюты. То есть все, что торгуется на фондном рынке. А второй портфель, составной портфель, это общий мой публичный портфель, в котором находятся акции, облигации, золото, серебро, валюта, недвижимость, цифровые активы, лего и прочее. Короче, это мой общий составной портфель. Если интересно, переходи в любой из этих портфеля. Смотри, что у меня находится в портфеле, в каких пропорциях и так далее. Ну и смотри, там доходности, прибыли, дивиденды и все там есть. Если интересно, переходи и смотри. И также, внизу в описании под этим видео оставляю ссылочки на два этих портфеля так что если интересно тоже внизу описание под эти видео переходил в мои портфели и все изучай и само собой там же внизу описание под этим видео находится ссылочкой на это сервис ты можешь перейти зарегистрироваться и тоже вести учет инвестиции в этом сервисе и до поливом в комментариях будет спрашивать типа паша скажи сервис платный или бесплатный отвечаю сервис бесплатный но если тебе нужны дополнительные функции то придется немножечко раскошелиться потому что у всех же свои потребность как будто надо просто загрузить отчеты и просто смотреть там что находится в портфеле кому-то нужна расширенная статистика аналитика и так далее и соответственно если тебе нужны какие-то дополнительные функции то придется заплатить как это сделать смотри переходишь на флажку человечка вот человечек дальше убираешь моя подписка дальше подписаться синяя кнопочка и тут есть гибкие тарифы для каждого инвестор тут есть бесплатный тариф который скорее всего у тебя сейчас будет если зарегистрируешься по ссылочке внизу описание под видео тут ты сможешь посмотреть что включает этот бесплатный дариф то есть просто можешь зарегистрироваться и посмотреть тебе сервис понравится или не понравится ну и посмотреть вообще тебя сервис устраивает либо не устраивает а чтоб и стартверт тариф инвестор и эксперт если оплачиваешь не за месяц вперед а за целый год плиту тут очень большая экономия всего лишь вот если убирать тариф например инвестор 368 рублей в месяц это как чашка кофе с собой но вне это может посмотреть что входит в тот или иной тариф и также вверху есть кнопочка применить промокод нажимаешь и водишь промокод которые я оставлю внизу описании под эти видео, он тебе даст дополнительную скидку. То есть вводишь промокод, дальше выбираешь тариф, оплачиваешь и пользуешься в удовольствии этим сервисом. Повторюсь, что промокод и ссылочка на сервис находятся внизу в описании под этим видео. Переходи в гистриджуся и веди учет инвестиций в этом крутом сервисе. Рекомендую. Ну а теперь я тебе покажу свои инвестиции в коммерческую недвижимость. Я обещал, я показываю. Итак, мы сейчас находимся на сайте Актива. Это сайт, через который я инвестирую в коммерческую недвижимость. Кстати, внизу в описании под этим видео я также оставлю ссылочку на этот сайт если интересно переходи выбирай объекты и инвестируй само собой не является индивидуальной рекомендации но если какой-то из объектов тебя заинтересует то пожалуйста инвестируй тебя никто не останавливает в общем актива мой личный кабинет и так мой портфель я инвестировал в объект забив недвижимости актива 19 это торговый центр зеленый берег я вложил 385 263 рубля в этот объект коммерческой недвижимости и соответственно тут можно посмотреть сколько мне поет принадлежит один пай из такого-то количества сколько инвестирую ближайшие выплаты когда будет и соответственно рейтинг фонда а внизу располагается график выплаты и тут можно посмотреть когда были какие выплаты и какая процентная доходность выплата феврале составила 2254 рубля выпал то в марте составил 3194 рубля в апреле выпал составила 47 2193 рубля 35 к век почему такая большая выплата потому что это возмещение ндс она действует только для новых объектов и соответственно если ты сейчас будешь инвестировать в этот объект тут ее уже не получишь это действует только для новых объектов то есть это как с дивидендами по акциям ты покупаешь акции по ним тебя выплачиваются дивиденды и акции падают на размер дивидендов момент выплаты и получается так называемый дивиденды гепс соответственно после возвращения nbs недвижимости то же самое то есть тебе в зотили на логике ты為什麼, и соответственно твой пай упал на размер этой выплаты то же самое у меня случилось соответственно я вложил 38 5 тысяч рублей а соответственно паща стоит намного дешевле потому что было возмещение нbs и плюс сейчас ставка центрувального банка повышается соответственно недвижимости по 30 но это нормально тут нет ничего сверхъестественного в любом случае я инвестирую на долгосрок, и в долгосрочке эта инвестиция, я уверен, себя еще оправдает. Итак, дальше. Следующая выплата в мае 2571 рубль, и в июне 2624 рубля. Ну, а следующая выплата за июль, я ее получу в августе. А выплату за август я получу в сентябре и так далее. То есть, выплата приходит с небольшой задержкой, но плюс в том, что выплата приходит каждый месяц стабильно. Ну и, соответственно, вот такие вот выплаты. А чтобы посмотреть следующую мою выплату, мы перемещаемся вверх. Итак, нажимаем фонды. Дальше нам необходимо найти конкретно мой объект, который я инвестировал. Так вот, актива 19. И, как я и говорил, сейчас стоит дешевле, чем я покупал, потому что произошел так называемый гэп на возмещении НДС, и плюс еще конъюнктура на рынке сейчас не особо приятная. Так что по июль немножечко у меня в минусе. Но я на самом деле не переживаю, потому что недвижимость еще подорожает с ней, я уверен. Итак, актива 19. Тут можно посмотреть на показатели. Все это нам неинтересно. Нас интересует, сколько мы получим дохода. Итак, нажимаем прогноз доходности. Подробнее нажимаем. Нам открывается вот такой вот файлик Excel. И тут можно посмотреть, сколько я получу непосредственно в августе. Итак, вот смотрим. Июль 2024 года. Доход на пай до НДФЛ. Я получу 1727 рублей 5 копеек в августе. Это выплаты за июль. Ну а в августе мой доход составит 2617 рублей. Это я получу уже в сентябре. И так далее. И соответственно в общем за год я получу 30652 рубля, если считать с августа. Ну и так, что тут есть прогноз доходности на 10 лет вперед. И можно посмотреть когда будет какие выплаты. То есть 24-25 год 30600, потом 31 тысяч, 32, 35 почти, 37, 40 и так далее. То есть каждый год происходит индексация арендных платежей. Ну и соответственно мой доход от инвестиций в коммерческую недвижимость с каждым годом будет только расти. Вот такие выплаты. Повторю что ссылочка на сайт актива находится внизу в описании под этим видео. И бонусом я туда прикрепил плейлист, который называется инвестиции в недвижимость. И соответственно в этом плейлисте ты можешь посмотреть всю мою историю от самого начала до конца. Но конца пока еще нет. Просто от самого начала. То есть там я тебе показывал, как я пришел к инвестициям в коммерческую недвижимость. Показывал, как я выбираю объекты для инвестиций в коммерческую недвижимость. Там же я показывал, как происходит процесс приобретения паёв и вообще насколько это безопасно. Там же я показывал все документы, выписки. Если интересно, переходи в плейлист и смотри. Там все более подробно я тебе показывал. Ну и сейчас самое интересное. Я тебе покажу всю свою статичку по выплатам и по месяцам, по годам и так далее. То есть весь мой пассивный доход. И да, это мой личный файлик. Я его никому никогда не буду прислать. а то в комментариях люди любят писать, типа, Паша, пожалуйста, поделись этим файликом. Нет, это мой личный файлик, я его никому не отдам, не покажу, не поделюсь. В общем, тут это чисто статистика для меня, потому что тут помимо выплат есть и другие рассчитанные показатели, которыми я пока, по крайней мере, не готов делиться. Ну ладно, хватит было там нет, давай смотреть. Итак, календарь выплат, тут отображаются выплаты прогнозные, конкретно по месяцам, то есть сколько я получал, например, в 20-м году в январе я получил 0 рублей пассивным доходам, в 21-м году в январе 472, потом 1850, 2300 и 3850. И каждый год, то есть можно посмотреть, как росли мои выплаты. И, соответственно, тут можно посмотреть всего за год, сколько было выплаты, вот, например, 7300, потом 19200, потом 50 тысяч, 82 почти тысячи и 172607 рублей. Это прогнозные выплаты, то есть в этом 24-м году по прогнозу я могу получить всего 172607 рублей. Это в среднем в месяц 14300. То есть, как ты видишь, цифра значительно выше, чем я тебе до этого показывал в сервисе, потому что тут учтены выплаты от коммерческой недвижимости. И все это вместе я суммировал и получил вот такое число 172 тысячи. Ну и тут можно посмотреть на графиках, как рос мой пассивный доход. То есть, это прогнозы выплаты, а внизу уже выплаты конкретно, сколько я получил. То есть, это по факту полученные дивиденды за вычетом там всех налогов, вроде бы и так далее. Ну, на самом деле, тут могут быть ошибки, потому что я все не могу учесть, но, в общем, вот такие вот цифры. И тут отображается, сколько я конкретно получил в разные месяца, в года и так далее. И вот последние месяца еще они по нулям, потому что я еще ничего не получил, соответственно, тут пока нули. Ну и как ты видишь, я каждый год ставил цель по пассивному доходу. В месяц, сколько я должен получать. Например, в 20-м году я ставил цель 625 рублей получать пассивным доходом. То есть, чисто чтобы покрывать затраты на мобильную связь. Ну и соответственно, я почти выполнил цель. Дальше, в 21-м году я ставил цель покрывать мобильную связь и интернет. Вот, 1250 рублей. И, соответственно, цель я перевыполнил. По факту, мой ежемесячный пассивный доход составлял 1520 рублей. Я надеюсь, тебе видно или не видно. Я, наверное, загораживаю. Ладно, не суть. Надеюсь, вот это следующее тебе видно. Итак, в 2022 году я поставил цель получать пассивным доходом ежемесячно 2,5 тысяч рублей, чтобы покрывать затраты на мобильную связь, на интернет, ну и чтобы в компьютерной игре PUBG просто каждый месяц покупать батл пассы, чтобы играть и наслаждаться. Вот, соответственно, я цель перевыполнил, каждый месяц я получал пассивным доходом 4 тысяч рублей. То есть я цель перевыполнил. Дальше я такой подумал, а не увеличит мне еще в два раза цель? Итак, в 2023 году я пришел к цифре 5 тысяч рублей пассивным доходом. То есть я столько должен был получать. И эту цель я опять перевыполнил. Я получал по факту 6,5 тысяч рублей пассивным доходом каждый месяц. Зачем такая цифра? Это затраты на связь, на интернет, на батл пасс в PUBG, ну и одна доставка там, 2 с лишним тысячи, соответственно, цель выполнена. Дальше, в 2024 год я поставил себе еще больше цель, в два раза увеличиваю ее. И цель звучит так, получать 10 тысяч рублей пассивным доходом каждый месяц. Ну и пока что я эту цель не выполнил. Пока что, с учетом всех полученных дивидендов, я получаю в среднем в месяц 9700 рублей. Ну и, соответственно, еще у нас впереди несколько месяцев до конца 2024 года. Если будет эта цифра конечная, то есть 172 600 рублей. Соответственно, за вычетом налогов я получу по факту 10 с лишним тысяч рублей пассивным доходом. И цель это выполняться, если на самом деле не будет каких-то сверх потрясений в российской экономике. Ну и на 2025 год у меня цель получать пассивным доходом 20 тысяч рублей, а в 2026 году 40 тысяч рублей. Также в 2027 80 тысяч рублей, в 2028 160, в 2029 320 тысяч рублей пассивным доходом каждый месяц. Вот такие цифры, пожалуйста, не удивляйся. Это моя статическая, я никого ни к чему не призываю, но вот я тебе показываю свои конечные цифры и к чему я стремлюсь. Ну и, соответственно, тут можно посмотреть, как росли мои дивиденды, то есть рост дивидендов полученным по месяцам и по годам в общем. То есть вот как ты видишь, все растет. Каждый год мой пассивный доход растет в два с лишним раза. Ну и напоследок, по традиции, я тебе показываю статистику моего пассивного дохода за август в разрезе по месяцам и за год в общем. То есть это мои конкретные выплаты, если непонятно, я тебе сейчас все объясню. Итак, 20 год. Август мне принес пассивным доходом 1538 рублей. И всего за год, то есть в общем, я получил 7315 рублей. В 21 году август мне принес пассивным доходом уже больше, 2273 рубля. И всего за год я получил еще больше, 18247 рублей. То есть как ты видишь, за год пассивный доход вырос в два с половиной раза. Дальше. Август 22 года мне принес пассивным доходом вообще какую-то астрономическую цифру 12451 рубль. Потому что дивиденды с июля пришли в августе, соответственно цифра увеличилась. И всего за год я получил пассивным доходом почти 49000 рублей. Опять-таки рост в два с половиной раза. И август 23 года мне принес пассивным доходом на 19705 рублей. Опять-таки дивиденды с июля пришли в августе, соответственно такие цифры. Ну и всего за год я получил пассивным доходом 78097 рублей. Ну и текущее время август 24 года по прогнозу мне может принести пассивным доходом 7180 рублей 35 копеек. Как ты видишь, цифра значительно меньше, потому что весь пассивный доход приходит в июле. И соответственно, если ты смотрел предыдущее видео, то я думаю, ты помнишь, какие там у меня большие были цифры по пассивному доходу в июле. Там 40 с лишним тысяч рублей пассивным доходом я получил. Ну и всего за год, в общем, 24-й год мне может принести пассивным доходом 172 тысячи рублей 607. Опять-таки, рост в два с лишним раза. Вот такая вот моя статистика по моему пассивному доходу. Чем тебе не мотивация? Еще раз повторюсь, это все не просто так, из ниоткуда взялось. У меня нет родителей, миллионеров, депутатов там и так далее. Все мои родня, как я, простые работяги, которые работают, хорошо выполняют свою работу и получают зарплату, как и все простые люди. Нет среди нас никаких бизнесменов, там сверхбогатых людей. Все мои простые работяги. Соответственно, я тоже работаю на обычной работе, получаю доход и часть из дохода откладываю и, соответственно, инвестирую, покупая акции, облигации и другие различные активы. Соответственно, мой портфель растет, капитал растет и я получаю пассивный доход, который тоже со временем растет и все это увеличивается. Плюс я реинвестирую весь свой полученный доход, соответственно, вот так вот растет мой пассивный доход. Так что вот такая статистика, такое вот видео. Я искренне надеюсь, что такое видео оказалось для тебя полезным, и ты в благодарность поставишь свой царский крест и лайк, чтобы поддержать меня. И повторюсь, что тайм-коды, тикеры, названия, инструменты, также все другие ссылочки находятся внизу в описании под этим видео. Если интересно, переходи, смотри и изучай. И также, очень важная информация. Я не знаю, где ты смотришь данное видео. На ютубе, на дзене, на рутюбе или еще где-то. Возможно, скоро в России ютуб заблокируют, соответственно, ты не сможешь меня смотреть. Поэтому, пожалуйста, переходи на другие мои социальные сети. Ссылочки находятся внизу в описании под видео и подписывайся. Помимо ютуба, я также выкладываю свои видео и в рутюбе, и в дзене. И также еще у меня есть телеграм-канал, вконтакте и другие социальные сети. Так что внизу в описании под видео оставляю все ссылочки. Переходи, подписывайся, чтобы не потерять меня. Ну а видео подошло к концу. С тобой был я, Павел Лобастович. Увидимся в следующем видео и пока-пока.